150 тысяч километров пути тяжелейшие испытания для людей и техники фото и кинопроект россия из окна поезда совместно с генеральным партнером оао ржд представил уникальный блиц портрет россии в начале 21 века железные дороги стали нитями связавшими наш рассказ воедино а поезд его основным героем московская дорога по которой сегодня проедет наш экспедиционный поезд на фоне других частей российских железных дорог кажется не такой уж большой и известны но это только на первый ошибочный взгляд в зоне ее влияние живет почти 30 миллионов человек более 20 процентов населения страны общая протяженность всех линий трассы превышает расстояние от москвы до находки не менее важна и историческая роль московской железной дороги и это придаст нашему маршруту особую атмосферу неизбежно сопровождающую всякого кто совершает путешествие в пределах московского транспортного узла даже немногие москвичи знают что живут в соседстве с крупнейшей железнодорожной развязкой планеты такие места всегда привлекали повышенное внимание недругов и потому здесь часто происходили события которые творили российскую историю мы попытаемся проникнуть бункер гитлера узнаем почему милые патриархальные городки становятся опасными и злыми и окажемся на месте где русь навсегда простилась с ордой вот это прекрасное свойство этих земель по которым проходит московская дорога они удивительно насыщены событиями человеческой истории здесь как будто напластована следы человеческой деятельности плотность событий которые происходили здесь на протяжении веков они конечно на порядке превосходят то что происходило в других концах нашей необъятной страны там за уралом далеко к востоку куда ведет транссиб работа над россией из окна поезда признаться избаловала нас невиданными природными красотами и ландшафтами которые словно сами просятся на пленку и в нынешнем маршруте есть важный профессиональный вызов сможем ли мы создать моментальный портрет местности с богатым и насыщенным прошлым но не изобилующий яркими и контрастными видами особенно в это время года на границе зимы и весны когда земля еще не очнулась от морозного оцепенения а съемочные дни коротки и пасмурны удивительное свойство россии я думаю счастливая состоит в том что безобразие человеческой деятельности в ней компенсируется красотой ландшафта пейзажа и чем дальше от урала к востоку тем мощнее становится пейзаж и тем меньше удельное безобразие человеческой деятельности на единицу необъятной площади а вот чем ближе к москве тем все больше и больше делается наоборот потому что пейзаж почти исчезает в силу его ровности и монотонности дорога от москвы к смоленску по которой мы движемся сейчас стала одним из первых главных направлений московского транспортного узла это самый короткий стальной путь в европу совпадающий во многих местах со знаменитой старой смоленской дороге именно здесь сконцентрированы основные товарные пассажирские маршруты ведущие в варшаву берлин и дальше в голландию и францию естественно что в эпоху больших нашествий из западной европы дорога становилась кратчайшим путем походов на восток так никогда и не принесших ничего хорошего потенциальным завоевателям вот путешествуя по западу московской области невозможно не попасть хотя бы на один из таких мемориалов вот этот страшный треугольник на рафоминск-можайск-волоколамск он впитал в себя почти полтора миллиона жизней советских солдат сколько не знает точно никто и и здесь все было пропитано железом и кровью здесь срывались горы вырубались леса все это происходило во имя великой победы местность до сих пор несет следы шрамы войны большинство названий городов и сел здесь кажутся смутно знакомыми словно услышанными из военных книг и фильмов железнодорожные станции которые встречаются нам в пути словно точки на военной карте давшие собственное имя многим великим сражениям даже в мирное время передвижение по бородинскому полю вызывает трудности надо обладать колоссальной фантазии которые все равно не хватит для того чтобы представить себе что же здесь происходило во время великих сражений двух сражений 1812 года и потом великой отечественной войны это место где если говорить пафосно должен наверное побывать каждый россиянин вот так отлично всем спасибо всего несколько сот километров железной дороги отделяют москву от западных границ это настоящий крестный путь изрядно политы кровью застывший в памятниках безвестным защитником тех рубежей на долю смоленска куда сейчас прибывает поезд проекта выпало множество военных невзгод не всякая европейская столица пережила столько осад больших и малых битв и бомбардировок и поэты и писатели давно называют смоленск ключом к москве первым такое слово произнес кутузов 11 августа по приказу александра первого он из петербурга выехал в смоленск принимать командование двумя нашими армиями и здесь на пути к смоленску узнал что оказывается город уже в руках неприятеля с досадой кутузов бахло рукой и произнес значит ключ к москве потерян и пошло гулять по свету ключ к москве гибельс как ни странно подтвердит слова кутузова когда ему донесли что гитлеровцы захватили южную часть города он произнес дверь на москву взломана город расположен так что прикрывает удобный естественный проход между двумя полноводными реками непром и западной двиной после смоленска крупных водных препятствий нет до самых московских пригородов по этой причине все завоеватели с запада рано или поздно оказывались здесь особенности устройства исторического смоленского центра мы смогли разглядеть прямо не выходя из вагона огромный кремль занимает столь доминирующее положение на местности что виден из любой точки города его размеры колоссальные похоже тут укрывалось не только городское но и окрестное население но и эта твердыня не смогла уберечь город от многочисленных захватов и разорений хотя самые страшные из них произошли уже в новое время от них не спасали невысокие башни с бойницами не толстые крепостные стены реликвии войны оказались на территории частного садового участка вот удивительная парадокс времен но его так не снимешь так просто если не знать что это такое можно с первого взгляда подумать что это не то трансформаторная будка эхо эхо моего голоса разнеслось почти на 10 километров под землей вот это бетонное сооружение со стенами толщиной почти в два метра с родной немецко-фашистской фурнитурой которая сохранилась здесь в рабочем состоянии это надземная часть воздухозаборник подземного штаба группы армии центр и бункера гитлера самого ближнего к москве всего 200 с небольшим километров до столицы отсюда гитлер здесь правда никогда не был штабные бункеры беринг хале медвежьи и перлоги так толком и не успели послужить гитлеровцам доступ в глубокие галереи и шурфы закрыт бетонный подземный город затоплен водой и хранит многие тайны минувшей войны так разрушительно повлиявших на судьбу этих мест в силу превратности и судьбы нашей родины этот бункер оказался на территории частного садового владения он заботливо обсажен кустами смородина крыжовника молоденькими яблонями и наверное хозяин этого участка мог бы дать объявление в газете из о том что продается садовый домик и участок с бункером гитлера у смоленска и его окрестностей есть одна удивительная особенность многие пейзажи попадавшие в наш объектив оказались рукотворными человечество слишком долго обживалась и воевала на этой земле перекраивая и перестраивая ландшафты под свои нужды какой удивительный ландшафт живописный сложно устроенной и глазом видно человеческое участие в его формировании вот эти профили линии поверхности они не случайны люди здесь осели на этой земле много веков назад это край древнего городище 10 века возле смоленска свое время орловская рижская железная дорога перерезала его пополам теперь это смоленское отделение московской железной дороги когда-то орловская рижская дорога была крупнейшим железнодорожным проектом середины 19 века соединившим черноземную купеческую россию с балтийскими портами после революции царское название магистрали упразднили а отдельные дистанции были отданы территории историческая магистраль идет прямо на юг но поезд проекта россия из окна поезда совместно с генеральным партнером оао ржд поворачивает на одну из небольших боковых линий это историческая однопутная ветка ведущая через калужскую область от смоленска до туры и и и и и и здесь в деревнях сохранились каменные дома шестнадцатого века с окнами больше похожими на бойнице козельск город злой говорит старая русская пословица от людей которые здесь жили во многом зависело будет ли москва в очередной раз сожжена и разорена или останется стоять злым козельск назван вовсе не в силу свирепости его обитателей это эпитет из уст знаменитого хана батые потерявшего при штурме города своих лучших воинов город возможно и сам того не желая оказался на перекрестке военных дорог из орды и юга в европу удивительно сколько важных событий произошло в этих ныне мирных и по-своему очень красивых местах это древнее городище помнят наверное самое главное событие в истории средневековой руси знаменитое великое стояние на реке угре в чем оно собственно заключалось здесь располагался штаб татарского войска ставка орды напротив за угрой стояли наши увидев татар они честно говоря слегка испугались и пошли за благо отступить за аку татары в свою очередь приняли этот маневр за изощренную военную хитрость тоже убоялись и убежали в свою сторону вот так неожиданно миролюбиво попрощалась средневековая Русь с татар монгольским игом местные ландшафты с тех пор сильно изменились не без участия человека большинство холмов не что иное как древние курганы с захоронениями а голые равнины образовались на месте бывших лесов когда-то на берегах угры и жыздры главных местных рек шумели густые широколиственные рощи и дубравы вот эти дубы исторические они же были оборонительные леса эти да которые вот эти знаменитые дубравы засеченные дубравы в основном был дуб и сажали специально сажали да нет он был естественный это же 1750 те годы а раньше когда в это еще в эпоху так сказать татарвы там вот в эту как раз эпоху это было уже сколько 300 лет назад а ведь засечные леса это делали не от этих татаро-монголы а в основном там крымские татары от степняков крымские татары сюда ходили там деревья и прочее и от них были вот эти дубравы от которых почти ничего не осталось вот этот дуб ему уже наверное лет 150 наверное да а может больше а может 200 может 200 почти 300 лет засечные леса защищали южный фланг москвы от набегов из тавриды и ногайской и кипчакской степей уже потом когда опасность с юга исчезла часть этих земель стала местом великокняжеских охотных утех многие окрестные дубравы пошли под пилу в нуждах казенных оружейных заводов только с помощью дубового угля можно было выплавлять настоящую оружейную сталь давайте-ка я портрет ваш сниму теперь я не упадет это? сомнительно сомнительно да и вот в ту сторону а в начале прошлого века это удивительно спокойное и созерцательное ныне место приглянулось монахам епархия решила возвести на высоком речном берегу монастырь которому суждено было стать одним из лучших образцов православной архитектуры нового времени свет умер солнце спряталось и свет стал плоским к сожалению в нем не видны все прихотливые узоры этой удивительной кирпичной кладки которая составляет стены Казанского собора Шамардинского женского монастыря можно только позавидовать его архитектору Сергею Владимировичу Шервуду которому выпала удача в 1901 году возвести здесь вот на этих просторах между реками Жиздра и Угрой 15-ти купольный кирпичный собор вообще в то время немного в России строилось соборов таких масштабов путешествуя по удаленным маршрутам Московской железной дороги мы кажется смогли разгадать секрет такой большой ее протяженности оказывается здесь имеется великое множество боковых веток пригородных линий и дистанций объединивших массу прекрасных тихих местечек средней России удобство подъезда к ним стало первопричиной еще одного удивительного явления русской жизни почти прошлый век дело в том что Московская железная дорога как известно самая разветвленная из всех российских железных дорог понятно что исторически все развитие тяготело к столице к Москве и поэтому радиальные ходы как говорят железнодорожники главные ходы которые тянутся ниточками к столице они развиты очень хорошо но стоит ступить в сторону стоит свернуть с главного хода на то что у железнодорожников называется широтным ходом то есть какую-нибудь ветку которая например соединяет Калужскую область с Тульской как сразу попадаешь в довольно глухие места именно в этих местах очень давно люди творческие стали скупать дома селиться и образовывать художественные творческие общины в одну из них мы сейчас и поедем и и и и и и и и и какое удивительно уютное место Таруса здесь как будто что-то разлито в воздухе сразу на душе становится как-то светло и тихо Таруса была и остается практически идеальным дачному уголку мы редко задумываемся о том что феномен дачной жизни в России возник исключительно благодаря развитию железных дорог особенно двух из них Московской и Октябрьской вокруг Москвы и Санкт-Петербурга потом Ленинграда явление это в том числе и культурное потому что у нас стали возникать целые культурные анклавы дачные которые стали населяться творческими людьми дачниками по философскому мировоззрению Холмистая местность с перелесками на Средней Оке особенно полюбилась нашей писательской богеме живописцы квартировали в соседнем Поленово а здесь в Тарусе и в Царские и в особенности в советские времена любили собираться литераторы не слишком обласканные властями от Светаевой до Процкого и Солженицына да и официально признанные писатели и поэты тоже черпали вдохновение глядя на удивительные перелески приочья и ленту реки опоясывающую знаменитые береговые террасы вот вот зримый приход весны видно как у вербы только что лопнули почки как давление весенних соков шло по дереву вверх и они набухали набухали и под страшным уже давлением все были потом в один миг может быть прям сегодня утром они взорвались как будто салют взорвался даже в эту неяркую пору окрестные просторы складываются в прекрасную живую картинку русского патриархального быта казалось бы трудно представить себе большую банальность что-то более пасконно сермяжно русское чем тульский пряник тульское ружье и тульский самовар однако китч доведенный до совершенства становится художественным стилем тула дала миру три неоспоримых русских бренды абсолютно узнаваемых этим даже москва не может похвастаться промыслы тулы известны по всей планете гораздо меньше известен тот факт что среди ближних к москве исторических городов она единственная так ни разу и не покорилась врагам случай этот уникальный для европейской России а ведь покушались на тулу всерьез и крупные осады города длились месяцами обломал от тулу зубы и знаменитый нацистский танковый генерал гудериан так и не сумевши вскрыть мощную тульскую оборону митя отдайте мне широкую да спасибо нет вот тула удивительно своеобразный город она не сразу раскрывается даже для фотокамеры что говорить о разного рода завоевателях которые так сюда стремились всегда город как-то удивительно брутально выглядит он очень уверен в себе он напоминает плотно сжатый скрученный мужской кулак сразу понимаешь что здесь не только умеют хорошо делать оружие но и неплохо им пользуются в лишенных всяческих украшений стенах кремля расположение улиц и воинственных контурах кирпичных заводов отчетливо угадывается характер города бойца здесь в туле и заканчивается наше сегодняшнее путешествие тихо все и то все и взят Это был непростой маршрут, который сильно осложнила неподходящая для съемок погода, но, несомненно, нужный и крайне захватывающий. Каждый из посещенных нами очень важных русских городов показал и цельность, и особую роль в нашей истории. Восставший, как феникс из пепла Смоленск, никем не покоренная Тула, воздушная и тачная Таруса, упрямый и злой к завоевателям Козельск. Это краеугольные камни России, ключевые звенья цепи, на которой держится ее древняя история. Их объединяет Московская железная дорога, где мы путешествовали совместно с нашим генеральным партнером ОАО РЖД. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова